Сегодня я, Ольга Малахова, врач антивозрастной терапии, тренер по естественному омоложению и оздоровлению. Хочу рассказать вам про дыхание, почему это важно, для чего это важно, какие дыхательные практики вы можете сделать прямо сейчас, научиться после этого эфира, чтобы у вас было омоложение именно на клеточном уровне и заодно пройдем тест, есть ли у вас гипоксия. В самом конце этого эфира буду ждать от вас обратной связи и очень прошу, будьте активны в комментариях, потому что я буду задавать вопросы по вашим ощущениям при выполнении практики. Сейчас я очень прошу, чтобы вы все подготовили бумажную салфетку, стакан воды и удобную одежду, мы будем с вами активничать. Напишите, пожалуйста, готовы ли вы. Я даю некоторое время, чтобы вы присоединились, а также сбегали в соседнюю комнату, либо на кухне, взяли бумажную салфетку, раз мы будем говорить про дыхание, то она нам пригодится, нам нужна будет вода обязательно. И оденьте что-нибудь удачное и удобное. Халатик, спортивную форму, чтобы ничего вам не затрудняло движение. Всех еще раз приветствую, присоединяйтесь, пожалуйста, сегодня будет интересно. Итак, начинаем. Я представилась, рада, что вы пишете здесь, готово-готово, это чудесно. И мы с вами стартуем. Итак, в прошедшие несколько месяцев мы все находимся с вами дома. И у нас с вами карантикулы, что, в общем-то, с одной стороны, не может не радовать мы в кругу своей семье, а с другой стороны, мы находимся с вами постоянно в замкнутом пространстве с недостатком кислорода. И у нас есть дефицит. Дефицит свежего воздуха, дефицит чистого воздуха, дефицит движения, но я уже не говорю про дефицит общения. И когда мы говорим про дефицит кислорода, то нельзя здесь не упомянуть гипоксию. Дефицит кислорода нам принесет много и приносит уже много очень неприятных последствий. Во-первых, мы чувствуем вялость. Нам ничего не хочется делать. Во-вторых, это отражается на цвете нашего лица. И в-третьих, то, что вы не можете увидеть, но вы можете почувствовать и узнать, нарушаются определенные биохимические процессы в наших клетках, потому что очень много идет с присутствием кислорода. И все окислительные процессы идут с присутствием кислорода в том числе. Мы с вами сидим дома, мы с вами мало двигаемся. Наше положение в основном сидя либо лежа, потому что у всех же разный размер квартиры. Соответственно, наша грудная клетка все время опущена, диафрагма опущена. Мы неправильным положением тела можем переставлять и смещать наши внутренние органы. У нас возникает сутулость, голова уходит вперед, нарушается кровообращение мозга в том числе. А мы знаем, что именно кровообращение, кислородонасыщение идет через заднюю поверхность шеи, особенно если вы очень много времени проводите со смартфонами, то это проблема номер один у всех. Смартфоны, книги или неудобное положение за компьютером или у телевизора. При этом лимфоток у нас происходит по передней части, где находятся лимфоузлы. Согласны с тем, что кровь является источником не только питательных веществ каждому нашему органу и каждой клеточке, из которых состоит этот орган, но и кровь является переносчиком кислорода. И если мы с вами в своем теле создали что-то вот такое, сжались, как гусенички спрятались в своих коконах в виде квартиры либо дома, то, значит, мы сами себе нарушаем определенные процессы в организме. Это первая проблема. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся. И потом я вас попрошу, чтобы вы действительно проанализировали, есть ли у вас такое или нет. Или вы, может быть, активные, позитивные, как я, занимаетесь каждое утро дыхательными практиками, физической нагрузкой. Вы пьете много воды, вы стоите у раскрытого окна, или вы живете на даче, или в загородном доме, вы ходите каждое утро на свежий воздух. То есть у нас всех разные условия. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это наше питание, и это дефицит потребляемой жидкости. Первая проблема, это отсутствие нагрузки. Вторая проблема, это изменение нашего питания. Мы сейчас с вами потребляем продукты, которые больше сладкого, больше жирного, больше углеводов, и меньше, на самом деле, воды, и меньше овощей, и меньше фруктов. Ну, например, мы не можем ходить в магазин, мы не можем это купить, и вообще нам на самом деле лень лучше съесть тарелку макароны с котлетами. Это и быстро, и очень сытно. А это также нас приводит к определенной белковой нагрузке печени, и значит, к дефициту кислорода в том числе. И третья проблема, хотите вы этого или нет, но мы живем в состоянии стресса, он может у вас выражаться определенным образом, а может быть скрытым стрессом внутри нас. И что значит, когда человек находится в стрессе, как он при этом дышит? Вот, предположим, вас кто-то напугал, вы посмотрели какие-то новости, у вас затрепетало сердце, и вы начинаете дышать очень прерывисто, и только в верхней части тела. Да, как будто испугались. И в этом состоянии испуга, видите, как все тело мобилизировалось. Мышцы все напряглись, у нас сразу укоротилась шея, приподнялись плечи. Помните, ухудшилось кровообращение и кислородонасыщение мозга. Мозг стал хуже готовить, но кинул клич всем органам работать очень быстро. Система мобилизации срабатывает быстро. И человек, ограничивая себя во всех биохимических реакциях, работает усиленно, и при этом мы ему не додаем кислорода, потому что дышим только верхней частью нашего тела. Да? От этого что у нас происходит? У нас возникает бессонница, мы очень тревожно и поверхностно спим, а утром мы просыпаемся абсолютно разбитым. И пошел у нас как замкнутый круг. Согласны, что есть такое? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, с чем вы столкнулись из того, что я перечислила. Это и цвет лица. Кстати, гипоксия и недостаток кислорода приводят к отечности лица и тела, к появлению целлюлита, и, знаете, начинает нарастать спасательный круг, вот появляются такие бедрышки, плюс килограммы, и вроде бы вы стараетесь есть правильную пищу, ну, как вам кажется, но такое ощущение, что тело начинает распухать. Напишите, пожалуйста. Итак, серый цвет лица, отечность лица и тела, лишние килограммы, бессонница, вроде бы вы ничем тяжелым трудом не занимаетесь, но утром просыпаетесь разбиты. Да, вот пишет плохой, сон и вялость. Вот абсолютно согласна, не отдыхаю ночью. Головные боли, супер. Про головные боли, да. Я забыла упомянуть, но это действительно так. И в самом начале, если вы меня внимательно слушали, я показала, каким становится наше тело. Вот что происходит. Мало того, что есть изменения внутри, есть изменения снаружи, вы их видите, и будут изменения в зеркале, которые будут отражаться в вашей фигуре и на вашем личике. Шум в голове, да. Отечность, лишний вес. Шум в ухе, да. Вот, смотрите, сколько повторяющихся симптомов мы с вами выяснили. И как вы будете их решать? Ну, может быть, будете пить какие-то таблетки. Может быть, будете морить себя голодом или какими-то диетами. Может быть, будете просто обвинять себя и сердиться за то, что это происходит. Но на самом деле нужно всего лишь подумать о своем дыхании. Как вы дышите? И я дам практики, которые вы будете делать ежедневно. Если вы к этому готовы, то вперед. И потом обязательно отвечу на ваши вопросы. Первое, с чего мы начнем практику, это практика Ольги Малаховой, которую мы делаем по утрам. Как только мы пробудились, она называется проснулась, улыбнулась, потянулась. Запомнить очень легко. Проснулась, улыбнулась, потянулась. И вот как раз я вам сейчас объясню, зачем нам нужно потягиваться. Встаем, встаем, чтобы мне было вас видно. Мне вас не видно, но, по крайней мере, встали и видно меня. И повторяем за мной. Я специально сделала у кроватки. Вот вы проснулись, улыбнулись, потому что день уже прекрасный, и он несет вам много, много возможностей, которые вы можете брать в своей жизни. И потянулась, как маленький ребенок, нужно выставить свое тело на место. Да, нужно распрямиться, нужно распрямить ваши легкие, чтобы легкие хорошо работали, чтобы у нас было достаточно кислорода. Еще раз говорю, для внутренних обменных процессов, для усиления крови, для того, чтобы кровь несла и кислород, и питательные вещества, для того, чтобы разбудить наш мозг. Итак, мы встаем с постели, прокручиваем таз. У нас лобковая кость тянется к колбу, да, чтобы не было никаких прогибов. Мы с вами представляем себя, как струночка. Подбородок параллельно полу, макушка тянется вверх. Мы делаем выдох, обычный выдох, и на вдохе вытягиваемся вверх. Вытянулись вверх, и на выдохе ручки опустили вниз. Ладошки продолжают тянуться вверх. Посмотрите, какие у меня прямые руки. Подбородок параллельно полу, макушка тянется вверх, и мы, прокручивая таз, мысленно выставляем позвоночник от копчика до самой макушки, и тянемся в этом положении вверх. И мы так будем стоять с вами всего лишь одну минуту. И эту минуту вы будете меня внимательно слушать. В эту одну минуту вы сканируете свой позвоночник, протягиваете от копчика к макушке, подбородок параллельно полу, макушка тянется кверху, как будто вы хотите вырасти. При этом ноги стоять на ширине плеч, коленочки мягкие, таз прокручен. Можете поджать свою промежность, заодно здесь будет и работа с внутренними мышцами. И мы так стоим одну минуту, она еще не прошла. Вы будете чувствовать жар в своем теле, вы будете чувствовать некоторое онемение. Это все правильные реакции. Продолжаем с вами стоять, и теперь подключаем дыхание. Нам нужно сейчас вдохнуть очень широко в грудную клетку и почувствовать, как у вас раскрываются ребра. Делаем вдох. Ребра раскрылись. Выдох. Продолжайте стоять. Я хочу вам показать, как это будет выглядеть. Надо было одеть спортивную форму, но постараюсь показать. Вы должны это чувствовать. Я очень рекомендую перед данной практикой открывать окно, проветривать комнату, либо выходить на балкон и снова делаем вдох. Видите, как ребрышки раскрылись? Выдох. И еще раз. Вдох. Ребра раскрылись. Выдох. И давайте еще сделаем два раза. Вдох. Продолжаем тянуть макушку, еще все тело тянем вверх. И выдох. И последний раз. Вдох. И наши ребра раскрылись. И выдох. И переходим к обычному дыханию. Руки тянем вверх. Чувствуем, как мы вытягиваем себя по бокам. Как мы растем вверх. Как становится уже жарко. Как по всему телу могут бежать мурашки. И нам осталось 10, 9, 8, 7. Продолжаем стоять. Продолжаем вытягивать все свое тело. Ручкой вытягиваем. Прям как будто из тазовых костей. Три, два, один. Делаем вдох. И на выдохе опускаемся вниз. Немножечко повисели. Головой сказали, как будто вы головой говорите «да». Головой говорим «нет». Расслабляем наш позвоночек. Вытягиваемся. Нам не важно, дотянулись вы до пола или нет. Нам нужно расслабить руки. Нам нужно восстановить давление в голове. И начинаем плавно подниматься. Простукиваем все тело. Сначала одну ножку простучали. Затем другую ножку простучали. Таким образом мы делаем с вами запуск лимфатической кровеносной системы. Простукиваем с вами дальше. Простукиваем попу. Простукиваем живот. И теперь сделали вдох. У нас легкие раскрылись. И постучали по своим ребрышкам. Таким образом мы будем избавлять себя от слизи, которые образуются от нашего неправильного питания. И выражаются в виде аллергии, насморка, бронхитов, молочницы, вздутия живота и нарушения работы нашего кишечника. Пошли дальше. Активизируем с вами нашу грудную клетку. И делаем простукивание по рукам. Перевернули в одну сторону. В другую сторону. И дальше. Другую руку. Сделали. Заодно можете разбудить свой мозг и простучать подушечками пальцев. Косов Кант говорил, что у человека мозг на кончиках пальцев. Вот давайте. Активизируйте. Ваши ручки в том числе. И мы переходим с вами ко второй практике. То есть вы почувствовали, что мы стоим одну минуту. Сложно вам было стоять? Всего лишь одна минута. Напишите, сложно или нет. Заодно можете попить воды. Вы чувствуете сухость во рту. Попейте, пожалуйста, воды. Приведите свое дыхание, если вы вдруг задышались, запыхались. Откройте окно. Нам сейчас необходимо много свежего воздуха. Либо войдите на балкон. Мы сейчас будем насыщать все свое тело и каждую клеточку кислородом. Не забывайте пить воду. Вода это тоже H2O. То есть там есть и водород, и кислород. Это тоже для нас необходимо. Сложно, особенно тяжело в пояснице. Если вы прокрутили таз, то вы правильно выставили спину. Если у вас изначально идет прогибы, то это неправильное положение спины. И сложно только из-за того, что вы выставляете тело в правильное положение. Я рекомендую подключить упражнения и комплекс для спины. Очень приятное упражнение. Хорошо. Кому-то было сложно. Почувствовали жар, почувствовали сухость во рту. Пьем воду и восстанавливаемся. И переходим ко второй практике. Дыхательная практика, которую мы тоже будем делать. Всего лишь одну минуту. Как раз заодно отвечу на ваш вопрос. Сложная и тяжесть в шее. Если вы правильно выставили шею и начинаете ее вытягивать через макушку, то вы выставляете правильно анатомический позвоночник. Тяжесть в шее происходит, если вы голову вытащили вперед, завалили назад. То есть нарушили свою ось. Поэтому очень рекомендую, если вы не понимаете, что такое ось позвоночника и как правильно выставить тело, делайте этот комплекс, прижавшись телом к спине, прокрутив таз, раскрыв плечи и подняв руки вверх, прижимаясь макушкой, лопатками, ягодицами и пятками. Делайте у стены и научитесь, пожалуйста, выравнивать себя. Еще раз говорю, все наши проблемы с внешностью, со здоровьем, с красотой снаружи и внутри идут от того, что мы стали все закрыты, сутулы, с неправильным положением нашего позвоночника, шейного отдела и головы. Переходим к следующей практике. Переходим к следующей практике. Здесь нам необходима будет салфетка. Высмаркайтесь, пожалуйста, хорошенько высмаркайтесь, чтобы нос был сухой и чистый. Эту практику мы также делаем утром, после того, как мы вытянулись, простучали тело снизу вверх и мы переходим к третьей практике. Высмаркивайтесь, пожалуйста, обязательно попейте воду. И я объясняю, что мы будем делать. Это практика дыхания, которая поможет разбудить ваши органы и системы и разбудить ваш мозг. Что мы будем делать? Мы будем с вами на практике поднимем руки вверх, будем делать выдох носом, как будто вы хотите высмаркаться, и автоматический вдох ртом. Акцент будет именно на выдох, вдох будет ртом автоматически. При этом на выдохе мы как будто с вами руками будем хватать этот воздух и натягивать этот воздух вниз. Натянули вниз, вдох подняли руки, на выдохе натянули воздух вниз, вдох подняли руки. Как будто мы на себя надеваем кислородный мешок. Давайте представим, что это будет так. И начинаем очень медленно, если вы готовы, то поднимаем руки вверх, снова выставляем позвоночник и начинаем делать в медленном темпе. Поехали, выдох, вдох, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично! Мы с вами подготовились, положили руку на грудь, восстанавливаем наше дыхание. Вы можете почувствовать легкое головокружение, которое связано с таким кислородным опьянением. Такие же ощущения есть в вашем теле, когда вы приходите в лес, где очень много кислорода, либо когда вы на море, и вы знаете, от количества чистого воздуха у вас начинает кружиться голова. Или когда вы поднимаетесь в горы, и вот этот вот разряженный кислород, и это раскрытие вашей грудной клетки приводит, и раскрытие ваших легких приводит к тому, что голова начинает немножечко и приятно кружиться. Итак, мы делаем второй подход. Мы уже делаем с вами 20 раз. Поехали, руки вверх. И начинаем. Еще 10. Отлично. Положили руку на грудь. Мы чувствуем, как бьется наше сердце. Мы чувствуем, как наша голова как будто расширяется, и мы становимся похожими на шарик. Ощущения очень приятные, но многие из вас могут сейчас почувствовать, что подходит ком к горлу, начинает высмаркиваться больше слюны, может быть, начинает булькать в животе. Это говорит о том, что в вашем рационе присутствует очень много слизеобразующих продуктов. А это молочка, а это сахар, а это дрожжи и хлебобулочные изделия, и это очень часто и очень много мяса. Поэтому слизь скапливается, и это вызывает дополнительные проблемы. Избавляемся от слизи. И третий подход делаем в темпе быстрее. Если вы чувствуете сильное головокружение, делайте 20 раз. Если у вас все хорошо, мы делаем с вами 30 раз. Поехали. И еще 20 раз. Еще 10 раз. Отлично. Закончили. Очень хорошо. Если вы стоите, то мы можем с вами присесть. Эту же практику можно делать и сидя, но на самом деле я очень люблю делать стоя. Я как раз поотвечаю на ваши вопросы, пока вы приходите с себя. Как вы себя чувствуете? Если хочется пить, обязательно пейте. Вы можете закрыть глаза, почувствовать биение своего сердца, потому что сердце является мотором, который перекачивает кровь. При этом печень чистит эту кровь. При этом кишечник и печень с помощью желчных кислот переваривает то, что вы съели до этого. А кишечник с помощью своей микробиоты также занимается процессом всасывания и выведения всего ненужного. И задумайтесь о том, если вам сложно, если есть сильное головокружение, если есть какие-то боли, то необходимо добавить определенные практики и скорректировать немного свое питание. Голова кружится, сердце стучит. Здорово, похоже на стрельниковскую гимнастику. На самом деле дыхательных практик есть очень большое количество. Всяких разных. Есть дыхание пострельниковое, да, но у дыхания пострельниковое другие вдохи и другие выдохи. Кто-то пишет, я не успевала вдыхать. Здесь идет работа мозга. Прежде всего, это функция мозга для того, чтобы вы вдыхали и выдыхали. И дело в том, что если вы делаете хороший полноценный выдох, то вдох у вас идет автоматически. Вы о вдохе совсем не думаете. Ваш акцент должен быть именно на выдох. При этом на выдохе вы как будто весь воздух выталкиваете. Вы выталкиваете весь углекислый газ, который собрался в вашем теле, вы его выталкиваете. И собираете новый кислород. Еще раз говорю, что эти практики мы должны с вами делать либо в хорошо проветриваемой комнате, либо с открытым окном, либо на балконе, либо выйти на улицу. Так. Вот пишет, дышать стало легче, как будто грудная клетка стала больше. Это действительно так. Вы насытили каждую свою клеточку кислородом. Жарко. Да. У нас усилились все обменные процессы. Сердце бьется ком в горле. Объяснила. Подкорректируйте, пожалуйста, питание и измените свое отношение к слизеобразующим продуктам. Супер. Попейте, пожалуйста, воды. И мы с вами перейдем к третьей практике, которая позволит вам еще больше почувствовать свое тело. И эту практику я очень люблю. Третью практику мы можем с вами делать в любое время дня, утром и вечером. Если первые три практики, которые я вам показывала, это вытяжение, это простукивание тела, и эта дыхательная практика лучше ее делать утром, чтобы запустить весь организм, то практику, которую мы перейдем сейчас, ее можно делать в любое время. Утром, либо вечером. Если утром, то она позволит разбудить ваш мозг, насытить его кислородом, улучшить кровообращение в мозге, перевести мозг в определенные альфа-волны, а это значит, процессы все будут происходить без участия и без контроля мозга, которое вполне возможно находится в состоянии стресса. Эта практика также помогает вывести из-за любой негативной ситуации, если вы испытываете какое-то внутреннее потрясение. Также эта практика помогает вам лучше подготовиться ко сну. Эта практика последняя, она будет направлена в основном на мозг. Но, чтобы добраться до мозга, нам нужно с вами, как обычно, выпрямить спину и улучшить нашу принимающую антенну, либо нашу ось. Потому что мозг должен питаться полноценно и получать достаточное количество кислорода. Сейчас прочитаю ваши комментарии. Да, запись, конечно, будет, и вы сможете это делать, и делайте это регулярно. Это действительно практики на каждый день, и они очень короткие, они всего лишь по одной минуте. Третья практика будет подлиннее, и вам нужно будет принять удобное положение. Вы можете сесть на стул, сесть на кресло, сесть на диван. Только прошу вас не ложиться, это должно быть именно сидя. Вы можете даже сесть на пол. Ноги могут быть либо в положении ноги крест-накрест. У нас будет с вами что-то типа медитации, но это осознанная практика для мозга. Это никакая не эзотерика, это никакая не религия, это мы будем с вами заниматься нашим мозгом. Я надеюсь, не нужно рассказывать про то, что есть понятие волны. У всего живого есть волны и вибрации, измеряются в герцах. И у мозга в том числе есть такое понятие, как волны в голове. Есть волны, когда мозг испытывает страх, напряжение, мыслительную активность, какую-то, что нам активизирует память. Есть альфа-волны, это когда расслабление при... Когда вы не спите, а расслабление при... Ой, вылетело из головы. При бодрствовании. Расслабление при бодрствовании. И тета-волны, это когда вы уходите плавно в сон. Так вот, наша с вами задача перевести мозг в альфа-волны. Если вы готовы, если вы приняли удобное положение, либо ноги стоят на полу, либо вы ноги разложили и сели по-турецки, то это будет прекрасно. Итак, сели. Очень хорошо. И первым делом нам нужно с вами снова вытянуть и выставить позвоночник. Вы сидите на седалищных костях, не на промежности, не прогибаясь, а прям сидите на своих мякушках. Если вам сложно, либо болит поясница, положите что-нибудь под поясницу, но я все-таки рекомендую научиться держать свою ось. И вы выставляете свой позвоночник, вытягиваете от макушки, макусь вверх, подбородок параллельно полу, всегда про это следите. Кладете одну руку на грудь, другую руку на живот и закрываете глаза. Сейчас мы будем с вами настраиваться на диалог мозга и тела. Будет очень интересное путешествие внутрь себя. Вокруг вас могут быть разные звуки. Пусть они присутствуют в вашей жизни, пусть они присутствуют в вашей реальности. Под эту практику можно также включать любимую свою музыку, то, что вас вдохновляет, какую-нибудь музыку для релакса, либо для медитации. Продолжаем сидеть и вытягивать макушку вверх. Выстраивать свое тело и представьте, что ваш позвоночник – это ваша антенна. Глаза закрыты, лицо абсолютно расслаблено. Как только мы выставили тело, постарайтесь зафиксировать себя в этом положении. И мы начинаем с вами дышать, осознанно дышать. Первое дыхание у нас будет в живот. На животе лежит ладонь. Вы делаете вдох в живот и чувствуете, как ваша ладонь начинает двигаться. И выдох. И снова делаем вдох. И выдох. И третий раз мы делаем вдох. И выдох. На выдохе вы чувствуете, как живот втягивается внутрь и рука ощущает все эти движения. Следующее дыхание. Все также делаем закрытыми глазами. И вы делаете через грудную клетку, где также лежит ладонь. Мы делаем вдох. Через грудную клетку при этом вы не задираете плечи. И выдох. Вы стараетесь дышать только грудной клеткой, но не дышать плечами. И снова делаем вдох. И выдох. И последний раз мы делаем вдох. Он, возможно, будет у вас более глубоким. И выдох. И рукой вы чувствуете, как двигается ваша грудная клетка. Следующий вид дыхания у нас будет и животом, и грудной клеткой. Будет более глубокое, осознанное дыхание. Мы делаем вдох. Животом и грудной клеткой. Представляем, что мы шарик. Тело раздувается. И выдох. Дышать можно носом. Выдыхать можно ртом. И снова делаем вдох. И выдох. Продолжаем с вами дышать. И третий раз мы снова делаем вдох. И снова делаем выдох. И наше дыхание замедляется. Мы положили руки на колени. Продолжаем вытягивать макушку вверх. Дышим, как наше дыхание замедляется. Делаем вдох носом. Вдох один. И выдох через рот один. Вдох носом два. Выдох ртом два. Вдох носом три. Выдох ртом три. Продолжайте считать дыхание. Вдох носом четыре. Выдох ртом четыре. Вытягивайте макушку вверх. Следите за своим позвоночником, чтобы не было боли, напряжения. Если эти ощущения у вас появляются в теле, то на вдохе вы внимание переводите на то место, где чувствуете напряжение, либо боль. И на выдохе через рот, как будто вы отпускаете это напряжение вместе с выдохом. И продолжайте считать вдох носом. И выдох ртом. И ваше дыхание замедляется. Оно становится уже незаметным. Вы умеете контролировать все свои ощущения в теле. Все напряжение, которое появляется в теле. Если вы выбираете расстаться с этой болью, с этим напряжением, то отпустите через выдох. Распределите это внимание и эту скопившуюся энергию, которая застряла где-то в вашем теле, может быть, в шее, может быть, в пояснице, в грудном отделе. Если вам хочется глубоко вдохнуть и глубоко выдохнуть, чтобы отпустить это напряжение, сделайте. И мы продолжаем с вами очень легко дышать в своем темпе. Можете возвращаться к обычному дыханию через нос. И немного посидим с закрытыми глазами. Плавный выдох. Раз. И два. И три. При этом чувствуйте, что никакого напряжения в теле не должно быть. Блоков в теле от дыхания, задержек дыхания тоже не появляется. Также вы можете делать более широкое квадратное дыхание и дышать на четыре счета. Делаем вдох. Раз. И два. И три. И четыре. Задержка. Два. И три. И четыре. Плавный выдох. Два. И три. И четыре. И снова задержка. Два. И три. И четыре. И теперь мы дышим в свободном темпе. И продолжаем находиться внутри своего тела. Ощущать свое тело. Чувствовать, где есть зажимы, где есть полное расслабление. Чувствуем расширение покалывания в ладонях. Слышим, какие есть звуки вокруг. И они существуют параллельно в нашей реальности. И немного побудем в этом состоянии легкости, внутренней радости и ощущения тела. И мы делаем с вами глубокий вдох. И если нашему телу хочется подвигаться, то мы двигаемся вправо, влево. Может быть, нам хочется покачаться вперед, назад. И плавно открываем глаза. Возвращаясь в состояние здесь и сейчас. Делаем глубокий вдох. Делаем глубокий выдох. И пишем про свои ощущения, что было в вашем теле. Кстати, вот если вы сейчас начинаете двигаться, то вы можете чувствовать, как... Не знаю, слышно или нет, но как ваше тело начинает похрустывать. Это значит, вы сняли все мышечное напряжение. И спинка, и ваш позвоночник может встать на место именно в правильное свое положение, выстроить свою необходимую ось. У вас может сейчас быть ощущение жажды, либо захотеться съесть что-нибудь соленое, либо захотеть съесть что-нибудь сладкое. Это говорит о том, что на определенную волну, на операцию, и мозгу для восстановления его обменных процессов, которые происходят в голове, необходима соль, сахар, вода. Но это не значит, что вы должны бежать и сейчас заточить соленый огурец или ложку сахара. Нет. Чтобы восстановить соляной обмен в голове, съешьте, пожалуйста, свежий огурец, либо сельдерей, либо зелень. Если вам необходимо, если вы чувствуете, что хочется что-то сладкое, необходимо глюкоза для мозга, потому что для мозга это был определенный процесс, то съешьте, пожалуйста, половинку банана, либо один-два финика, либо ложечку меда. Если вы чувствуете, что хотите пить, то нужно попить воды, либо травяного чая, ни в коем случае не кофе. Такое идет перезагрузка мозга, перезагрузка тела, вы будете расслаблены, небольшое торможение, и потом заметите, как в теле появляется бодрость и появляется активность. Я буду ждать, конечно, вашей обратной связи через некоторое время, что вы почувствуете и как. И это состояние очень приятное. Вы себя перезагружаете. Если вы будете делать эти практики, которые я вам показала утром, то потом вам будет легче настроиться на активный и продуктивный день. Мозг перезагрузился, ему нужно для этого немного времени. Знаете, это такое, как сонные, буквально за 8-10 минут происходит полная перезагрузка. И мозг готов к выполнению новых задач. То есть его риск увеличится во много раз. Вы убрали состояние тревожности, страха, то есть все виды стрессовых проявлений у вашего мозга и даете ему новую программу и новую задачу. Если вы эту практику будете делать именно с таким дыханием, вечером перед сном, то вы можете легко войти в сон и с альфа волн мозг перевести на тату волны, и вы будете глубоко, ровно и хорошо спать. Еще раз очень прошу, все практики, которые я вам показала, необходимо делать либо в хорошо проветриваемой комнате, либо с открытым окном, либо на улице. У вас должно быть достаточно хорошего, чистого воздуха. То есть и должен быть воздухообмен обязательно. Как вы себя чувствуете после данной практики? Вот именно последняя та часть, которую мы с вами сделали на дыхании, на расширении, есть ли у вас такое состояние, что как будто голова стала больше? Или ваше тело стало больше? А может быть вы почувствовали напряжение в определенных частях своего тела? Удалось ли вам справиться с этим напряжением? Удалось ли вам отпустить эту боль? Либо вы за эту боль и за это напряжение держались, как за якорь, который тянет всегда вниз и держит вас? Это является вашим ограничением. Вы знаете, работая с физическим телом, мы также прорабатываем те проблемы и те ментальные установки, которые в голове. Когда я вам говорила, избавьтесь от боли, от напряжения, что вы можете сделать? Избавиться? Либо вы боялись от этого избавиться и держали это в себе. То же самое происходит в жизни, когда вам Вселенная дает кучу возможностей, а вы держитесь за какой-то свой якорь, которая вас ограничивает, чтобы получить эти возможности. Читая ваши комментарии, пишут, с напряжением удалось справиться, но не во всех участках. Это, во-первых, напряжение в каждом участке, вот в этом состоянии. Это можно просканировать, о чем это говорит. Об отношениях, в какой сфере. То есть все можно будет разложить. С чем это связано? С прошлыми, с мыслями о прошлом, либо со страхами о будущем, либо с тревожностью. С чем это связано? Отношения в семье, отношения с родителями, отношения с детьми и так далее. Благодарю Ольге, замечательной дыхательной практике. Самочувствие отличное. Побудьте в этом состоянии самочувствия. Расслаблены, но чувствуя напряжение в затылке. Чтобы не было напряжения в затылке, смотрите, от чего происходит напряжение в затылке. Потому что это было сделано, видимо, вот так. И вот потом сидела и так контролировала это все дыхание, чтобы все было исключительно правильно. А наша задача была расшириться, распрямиться и вытянуться. Все. Я никто. Я ничто. Я просто воздушный шарик. Все в моей жизни в легкости и радости. Как этот воздух. И все ограничения точки зрения клятвы обеда, которые я либо давала, на выдохе выходят из меня. Благодарю все супер напряжение в позвоночнике. Немножко ослабло, но не до конца. Ощущение большой грудной клетки. Прекрасно. Прекрасно. Самочувствие улучшилось. Есть у вас состояние легкости в теле. Вот попробуйте, встаньте, подвигайтесь. Может быть, вам сейчас захочется включить музыку и потанцевать. А может быть, вам захочется вот себя обнять и лечь в постельку. И даже если вы заснете, то заснете всего лишь минут на 10. Это немного. Вы не уйдете прямо сейчас в сон, потому что солнечный день, и мозг это не будет расценивать как ночной сон. Возможно, вам необходимо. Вы столько времени находились в состоянии стресса и полной мобилизации, что когда мы дали мозгу возможность перезагрузиться, он как компьютер. Знаете, компьютер, когда зависает, нужно нажать на одну кнопку перезагрузиться. Он перезагружается и работает быстрее. Вот сейчас мы сделали с вами то же самое. Желание двигаться. Вот она, появилась активность. У Инны появилась активность. Желание двигаться. Инна, включаем музыку, от которой вы будете чувствовать мурашки по всему телу. Когда вам захочется танцевать, петь. Это тоже музыка очень повышает вибрации, потому что все ноты имеют определенное воздействие даже на наши внутренние органы. Запись останется, конечно, вы ее сможете пересмотреть. Напишите, пожалуйста, еще про свои ощущения. Мне интересно. Ощущения приятные. Хотелось пить. Небольшая сонливость. Давайте назовем это не то, что сонливость. Это, наверное, не про сон. Это больше про расслабление. Это такое расслабление в осознанности. Вы не спали, вы контролировали свое тело, но вы смогли переключить и перезагрузить свой мозг. Это здорово. Вам понравилось? Если вам понравились, то киньте мне, пожалуйста, лайки, какие-нибудь комментарии, и я тогда пойму, что все, кто нас смотрел в эфире, это было действительно полезно. Делайте это практики каждый день. С объяснениями мой эфир занял минут 40, а на самом деле это занимает, ну, все три практики занимают минут 10. Я уверена, что у каждого из нас есть одно количество времени – 24 часа в сутках. Но от того, как мы будем распределять эти 24 часа, сможем ли мы найти 10 минут исключительно для себя? Это будет очень важно и ценно, потому что каждое утро я просыпаюсь со словами «Тело, кто мы сегодня с тобой? Кто и что будет вкладом в мой день, чтобы день прошел наилучшим для меня образом?» Это мой диалог. Это мой диалог с моим телом. И тело мне всегда отвечает взаимностью. Поэтому я вам желаю сегодня прекрасного дня. Делайте эти практики. Здоровы и счастливы. С вами была я, Ольга Малахова, врач возрастной медицины, тренер по естественному омоложению и оздоровлению. И до новых встреч в наших эфирах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»